Мир вам уважаемых друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психоварм 2, который всегда на вашей стороне. Ну и благодаря нашей эмблеме, нашему девизу о ваших оплаке у мёртвых разбивая молнии, мы будем сегодня разбирать очень наболевшую тему. Очень часто пациенты хотят, чтобы психиатры назначали им новые препараты, то есть меняли терапию хотя бы, а психиатры не идут на это. Почему они на это не идут? Давайте будем разбираться. Итак, прежде всего, в чём состоит ситуация? Очень часто причина на самом деле простая. Вы обхохочетесь. Вот гоголь. Лекарств дорогих мы не употребляем, человек простой, если умрёт, он и так умрёт, если выздоровеет, он и так выздоровеет. Ну, ревизор. И, соответственно, если вы думаете, что ситуация сильно поменялась, нет, это абсолютно не так. Ситуация поменялась не сильно. Сейчас я хочу вам привести такой простой пример. Много лет тому назад, когда в нашей стране появился арипипрозол под именем бренда Abilify, мне в одном городе рассказали такую историю. Препарат уже тогда был чрезвычайно дорогой. Он стоил несколько тысяч рублей за упаковку. И в одну больницу, психиатрическую, государственную, поступили три упаковки этого препарата Abilify. Что сделали, собственно говоря, врачи в этой, я так понимаю, видимо, либо главный врач, либо начмед, то есть, человек, который должен наблюдать за правильностью лечения. Что они сделали с этим препаратом? Они положили этот препарат в сейф. На что они рассчитывали? Появится какой-то хороший, больной, но имеется в виду какой-то, ну, не совсем такой уж разваленный, да, с которым действительно можно поработать. И они назначат препарат. Не то, что они, вот многие сейчас подумают, специально загнобили. Нет, они действительно надеялись, что появится кто-то, кому можно этот будет препарат назначить. Но никто не появился. В результате этот препарат, ведь у каждого препарата есть свой срок, когда его можно использовать, не значит, что там в препарате образуется яд. Нет, просто выдыхается как бы препарат и, соответственно, становится малоэффективным. Так вот, дождались, пока этот срок прошёл, вытащили из-за этого самого сейфа и вынуждены были этот препарат утилизировать. Вот в чём, собственно говоря, беда. Для того, чтобы действовать с препаратом, взаимодействовать, психиатру нужен опыт. А где он может приобрести этот опыт, если он имеет ограниченные возможности для назначения каких-то препаратов? Особенно тех, кто не внесён в ЖНВНЛС. Тогда он не был туда внесён. В общем, список жизненно необходимых лекарственных средств. Вот почему на самом деле, если психиатр не хочет вам менять лечение, а концентрируется... К концу жизни многие психиатры назначают вообще 2-3 препарата. Они в этом не виноваты. Отчасти в этом виновата наша медицина. Что делать? Она так организована. Поэтому, когда вы будете видеть перед себя психиатра, особенно пожилого, помните, пожалуйста, что ему затруднительно менять лечение. Он привык работать там со считанными препаратами. Конечно, сейчас появились совершенно другие условия. Ну, например, есть YouTube, где, например, работает наш канал. Кстати, подписывайтесь на наш канал, потому что только мы рассматриваем, о чём думает психиатр, о чём думает больной, как им между собой найти взаимодействие. Ну, конечно, такой врач скажет, что я канал Психфарм ТВ не смотрю. Потому что, если люди смотрят канал Психфарм ТВ, то они, скорее всего, назначат новый препарат. Ходите к врачам, которые смотрят Психфарм ТВ. Уже будет гораздо легче. Ещё одна причина, по которой не назначают новые препараты, не меняют терапию. Мы много раз говорили о том, что больные, у них есть определённый характер. Дофаминовый, серотониновый, гиподофаминовый, гипосеротониновый. Но ведь и врачи обладают своим характером. И у них такой же характер, как и у пациентов. Например, у врача могут плохо работать серотониновые нейроны. В результате он трудно контролирует свой страх, он трудно контролирует свою агрессию. А что такое контроль страха? Ну, тревога. И тревога эта возникает всякий раз. Видите, гидра, да? Падает активность серотониновых нейронов. Это тормозящие нейроны, которые должны контролировать эту самую гидру. А если серотониновые нейроны работают плохо, то страшно. Приходит больной и говорит, выпишите мне новое лекарство. А я плохо знаю новое лекарство. А все лекарства на самом деле обладают побочными эффектами. А я плохо знаю побочные эффекты. Зачем я буду назначать новое лекарство? Оставлю-ка я лекарство старое. Не буду тревожиться. Это очень распространённая мотивация. Почему оставляют старый препарат, не назначают новый? Ещё одна важная мотивация. А вдруг шизофрения? То есть, шизофрения может быть выставлена, а может быть не выставлена. Но шизофрения – это угроза, которую любой врач боится. Потому что пациент с шизофренией может быть агрессивен. Соответственно, ему, конечно, нужно назначать антипсихотик. Но и этот антипсихотик очень сложно менять. Неважно, псевдошизофрения или настоящая шизофрения. Ну и, соответственно, галлоперидол потому и не кусает. А если не кусает, то зачем менять что-то новое назначать? Соответственно, лучше пускай галлоперидол. Ещё очень и очень важная ситуация. Она возникает, когда вы лечитесь, например, я обращаюсь к пациентам, платной клиники. Если вы думаете, что в платной клинике ничего такого нет – есть. Только в платной клинике совершенно другая ситуация. Почему вам в платной клинике могут новое лечение не назначить? Другая мотивировка. Так называемые ноцебоэффекты. Это означает, что если пациент тревожный, то он может тревожно среагировать на новый препарат и будет ухудшение в состоянии. А любой врач, который работает в частной клинике, он очень боится такой ситуации. Пациент всегда смотрит на старого врача и ищет какого-то нового врача. Ну и вдруг возник ноцебоэффект, состояние ухудшилось. На самом деле это имеет отношение просто к психическому расстройству больного. Но больной это не понимает. Он думает, что врач дурак, назначил ему какой-то новый препарат, ему стало хуже, и пациент уходит. Для старого врача это очень и очень тяжелая ситуация, если он работает в частной клинике. Так что существует на самом деле очень много препятствий на пути сменотерапии. Эти препятствия существуют в обычной клинике, в частной клинике. Эти препятствия, они базируются в голове у психиатра. И, конечно, с ними надо уметь работать. Обязательно мы этому вопросу посвятим определенное время. Не бойтесь, мы вам рекомендации обязательно дадим. Что нам хочется сейчас сказать? Пожалуйста, комменты, лайки, подписка. Вот это очень важно на самом деле. Пускай все знают, почему психиатры не хотят назначать новые лекарства. Если они, конечно, не хотят назначать новые лекарства, новую терапию. Это очень важная вещь. Все должны понимать друг друга. Это очень и очень важно для достижения взаимопонимания. Ну и для достижения взаимопонимания с вами, наши уважаемые зрители. Становитесь спонсором нашего канала. Хотите отблагодарить нас за этот ролик? В его описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч!